Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала! Рада встрече с вами! Сегодня второе видео с Объединенных Арабских Эмиратов. Начнём! На второй день нашего пребывания в Дубае мы решили посетить старую часть города. Помните, я говорила, что на рамке Дубайфрэм, когда находишься на смотровой площадке этой стеклянной, где мне было очень страшно ходить, там, когда смотришь в одну сторону от рамки, видна старая часть Дубая со старыми домами, со старыми постройками. А когда смотришь в другую часть, там уже видна современная часть Дубая с высотками, с Бурж-Халифой, с отелем Парус, Бурж-Аль-Араб. И мы вот решили сначала посетить старую часть города и пришли вот в этот музей, в котором рассказывается, как раньше жил Дубай, вернее, даже не Дубай, а жители всех арабских эмиратов. Дубайфрэм. Продолжение следует... Продолжение следует... Таким промыслом раньше занимались жители Эмиратов. Продолжение следует... Продолжение следует... Старый город появился... Дубай стал расти, развиваться... Стали строить высокие дома, минориты, мечети... Пустыня стала застраиваться... Историческим для этой страны стал день 2 декабря 1971 года, когда 6 из 7 Эмиратов, созданных британцами, объявили о создании Объединенных Арабских Эмиратов. Так что в 2021 году страна отметила свой 50-летний юбилей. И надо отдать должное этой стране, что так бедно жившая страна превратилась в арабскую сказку. Этой стране 2 декабря будет всего-навсего 52 года. Так удивительно, так интересно, что всего лишь за 52 года, это в историческом плане, в исторических рамках, Но страна-младенец из бедной страны бедуинов превратилась в одну из богатейших стран мира. А на этом интерактивном экране они показывают будущее Дубая. Неукоснительно следуя плану развития своей страны, они, конечно, семимильными шагами идут вперед. Это вот старая часть Дубая, которую мы вчера наблюдали со смотровой площадки рамки Dubai Friend, о которой мне очень страшно было ходить. А с другой стороны этой рамки уже видна часть современного города с Бурж-Халифой, с небоскребами, с красивейшими современными зданиями. Вот такая часть нового города. Вторую часть дня мы решили посвятить поездке в Абу-Даби. В Абу-Даби посмотреть президентский дворец президента Объединенных Арабских Эмиратов и мечеть шейха Зайда. Роскошную, красивейшую мечеть. Когда едешь в сторону Абу-Даби, вот на прибрежной морской полосе, очень много растет мандровых зарослей. Вот мы уже уезжаем в Абу-Даби. Место для бегунов, то есть беговая дорожка. Есть очень много беседок, лавочек, куда можно прийти, вечером отдохнуть, посидеть, подышать воздухом, полюбоваться видом на тариф. Также на набережной есть общественные пляжи, где тоже можно прийти, покупаться и посыграть. Добро пожаловать в Абу-Даби. Добро пожаловать в Абу-Даби. Я здесь немного пофотографировалась, чтобы у меня остались фотки на память. Добро пожаловать в Абу-Даби. Аббnam. Аббни. Добро пожаловать в Абу-Даби. Продолжение следует... Вот мы и доехали до этого прекрасного места, которое я очень хотела посетить. А это президентский дворец в Абу-Даби, Каср-Аль-Ватан. Стал доступен для посещения туристами. Прогрессивный Восток продолжает удивлять туристов со всего мира. Небывалой роскошью и гостеприимно открывает двери своих великолепных дворцов. Открытию Дворца нации поспособствовал наследный принц-правитель Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Мухаммад бен Завид Аль-Нахаян. Это событие дарит всем возможность познакомиться с культурой и достижениями таинственного Востока. В белокаменной арабской сказке туриста ожидает сотканное из мрамора и ажурных витражей здание, которое возвышается над островом Рас-Аль-Ахдар, принадлежащее в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Для посетителей Королевский дворец открыт с 10 утра до позднего вечера. Золоченые тяжелые ворота под белоснежными облаками куполов закрываются, как только часы пробьют 20.00. В общем, все как в сказке. Здесь можно посмотреть залы официальных приемов, исторические экскурсии здесь имеются, мультимедийное шоу, коллекцию подарков, дипломатические презенты правителям Объединенных Арабских Эмиратов. За годы таких подарков собралось немалое количество. И у каждого подарка, конечно же, своя история. Коллекция впервые стала доступна для широкого круга зрителей. Здесь также находится огромная библиотека. Внутри здания тоже поражает воображение. Повсеместно видны искусственные мозаичные росписи, золоченые надписи, сияющие глянцем мраморные плиты. А эта овальная золотая инсталляция в центре дворца содержит объемные каллиграфически оформленные высказывания первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда. Вот таков он сказочный президентский дворец. После такого роскошного резиденциального дворца мы уехали в мечеть шейха Зайда и по пути заехали в Феррари-парк. От Феррари-парка до мечети шейха Зайда мы добрались довольно быстро. Мечеть шейха Зайда – олицетворение великих богатств Эмиратов, символ веры мусульман. Эта мечеть площадью с пять футбольных полей со стенами, инкрустированными самоцветами и золотом, посвящен очень почитаемому человеку в Эмиратах, объединившему бедные земли бедуинов в одну страну, ставшую почти самой богатой на земле – шейху Зайду ибн-султану Аль-Нахаяну. Эта красивейшая и роскошная мечеть – небывалая постройка стоимостью в 500 миллионов долларов. Популярна она среди жителей страны и, конечно, среди путешественников со всего мира. Комплекс открыли для посещения в 2008 году. Здесь очень красиво и торжественно. Мраморные молитвенные залы, украшенные драгоценностями. Самая большая люстра весом 9 тонн. Крупнейший в мире ковер размером 6000 квадратных метров. Он был соткан за два года руками 1200 женщин. Общая площадь мечети свыше 22000 квадратных метров. На сегодня все, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.